Доброе утро! Добрый день! Вы на готове? У меня сегодня Никита уезжает, я один остаюсь. Он совсем уезжает? Ну, на лето, всё. Вчера Володя там сообщил у нас неприятность по Теряевке. Мы такой большие надежды возлагали на Северный пруд, Рыжковский. Вон они пошли. Не доработали? Нет, сейчас сделали. Это всё кусты были. Вон они, всё туда были. Срезали, резали. Видишь, какой короб сделан? А там вода будет? Это вода. Вот вода здесь должна идти. Если коров оттуда пригонят, чтобы коровы не зашли. Никто не упал. Куда идёт она? Ну, это ограда постоянно будет? Постоянно. Сюда уже не проедешь? Нет, ну туда нету. Тут никогда не было дороги. А для чего вы делали? Вот эту ограду? Нет, вот эту дорогу. А это не дорога. Это дамба. Ну, много сделали, подняли. Там была бы... Самая крупная рыба могла водиться. Почти за 4 метров, наверное, можно было. Зимой, а воды-то там не было, бобры, в землю, из-под земли подкопали и, видимо, для убежища на той стороне сделали. Ночи-то никого там нету. А что сделаешь-то? Там маленькое было, воды маленько было, полметра лёд. И слой снега там почти 3 метра. А как они зимой-то добрались? Я не понимаю. Бобры там всё время, вот такие толщие... Ну, вот я показываю сейчас, вот такой вот размер. Деревья, всё рядом поваленные. Ну, а чего их не переловили? Надо было осенью переловить их. Мы ещё и не знаем, можно ли их ловить-то. Ну, когда там датру нас ловили, охотники там... Может, есть сезон на бобров. Я знаю это всё, и мы уже говорим об этом. Притом, они все пруды нам изнахратили. И главное, Володя пишет, чтобы найти, где они... Которая дамба идёт, они... Ну, они не знают, где она идёт там внутри-то. И они копают траншею посреди этой, которая бульдозером удавлена. Там бы дамба там. И не найдут. И, наконец, они дошли до воды, а трамбуют чем? Мешки, эти, которые пропиленовые-то, набивают глиной. И туда, так мешок выбросил на ту сторону. Несколько мешков, наверное, надо, да? Да, сразу же туда. И куда? Надо поправлять. Я что, не попробую, я что-то. Так, кто отправляет, кто-то на датку-тулку стоять? Ну, ничего, кто-то не поправит. Ногой, ногой, прям, кто-то там будет. Виктор, снимай, как батя, кто работает. И еще, говорит, мы не знаем, где у них начало. Ну, откуда дыра-то идет, нора. Ну, я говорю, вы скажите охотникам-то, которые рядом-то есть, в других деревнях-то. Это бобер, это же ценный мех-то. И при том, они его и в пищу употребляют. Ну, не знаю. Мне, конечно, это неприятно. Мы их можно, по-моему, сезон, по заморозкам, заморозки, когда начинается первый лед, вот, тогда их можно уже отстреливать, отлавливать. Ну, их на капкан, как этих, как крыс ловят. Ну, вот такие рохли, рохли, это, значит, человек такой, ну, неуклюжий, как сказать. Вот мы такие есть. Рядом березки были в стороне, в стороне, ну, метров, наверное, 20-30. И березки повалили. Я сделал там загородку, чтобы скотина не заходила, но не ошкурили. Они эту мою толстую, толщую руку перекусили. Столько деревьев там было, повалили. Кусты все повалили. И главное, что мы сами-то виноваты. Когда первые бобры появились два года назад там, я до того обрадовался. Думаю, берега высокие, пусть они их тощат. Они и правда берега тащили. Но они на другой год перекинулись на дамбы. Ну, так кажется, поработал. Поработал одно творение Божие. Видите, как обточил он тщательно. И главное, у нас осин нет. Они осины любят. Так я попросил братьев. Они сходили, осинку вырубили там. И им принесли и положили. Ешьте, дорогие гости. Сколько жили, никогда бобров не было-то. Мы прямо на них налюбоваться не могли. Как он плывет, какой он плавный. Он такой мастер. Они запруды делают, а нашу запруды ломают. У них все наоборот пошло. Искушение. Так назвать можно. Интересно, в епархии я прихожу и говорю, а то у меня там сестра работала. Я говорю, как у вас дела-то в епархии? Искушение-то какое? Я говорю, а какое? Владыка за окошко вывешал там вино, чтобы охладить-то. А семинаристы выпили. Вообще. Вообще. Я прихожу, искушение я. Я говорю, а какое? Приехали к нам сюда они. Да какое? У владыки там свой сабантуй был. А эти-то ничего нет. Они одеколонну набрались. А спать-то там, где сторож. Им места-то не выделили. Но они в трезвости ума, говорите, без памяти-то там и переморали все. Я пришел, а курков полно. А утром-то им одевать архиерея, как коня засупонивать-то надо. Со всех-то сбруют-то на нем, застегивают-то. А они не знают. И, видимо, сильно дохнул на него одеколоном-то. А был Гедеон. Он как размахнулся, как врезал ему. Он здоровый такой парень-то был. Он упал и юзом выехал из алтаря. Скачил до архиерея-то хулигана. А еще хулиган-то он порядок наводит. Гедеон, да, Кукин был. Потом Ставропольский митрополит стал. Вот такие искушения у нас. Они, видишь, договорились за чего? Что и правила не нужны. Это их Степаненко пробрал, который со мной там, не со мной, а в студии, в благовестии. Они там меня промывали. А он-то из их епархии. И он говорит, договорились-то до чего? Что каноны не нужны. А нападаете, говорит, на Лапкина. Кто же вам позволил-то? Они трубами Духа Святого названы. Второе правило Шестого Вселенского Собора. А они-то ведь не просто так. Вот один вам хорошо знакомый священник, он со мной беседовал. И он просто побеседовал бы, я бы не запомнил-то. Но он запоминающиеся слова сказал. Вот вы настаиваете по канонам. Ну, так это же как? Это отлучать надо. Да как я могу отлучать? И они бабушки столько претерпели в войну. Эти бабушки уже ничего войны-то не видали. Он уже по старой памяти говорит. Я не могу. Как ты не можешь? Тебе данное правило. Ну, милиционер на дороге стоит. Он для чего стоит? Правило. Моя сестра родная едет. И она что-то, я говорит, то ли поворот сделал. Я даже сейчас не помню. Он подошел и вы права нарушили. Я говорю, а что я нарушил-то? 50 рублей штраф. А 50 тогда это было много. Я говорю, так ничего не было. Он говорит, 100 рублей штрафу. Я, говорит, поняла. Еще слово рот раскрою, уже 150 будет. Я скорее отдала и поехала. Я хочу Никиту поблагодарить за то, что он меня поносил на собрании. В смысле, как поносил? Благодарю, брат, что ты меня это... Это вы за заявление? Ну, что Никита меня... Слава Христу, это не трудно было мне это нормально. Я просто... А почему? То, что... Ну, люди... Были еще люди, которые меня... Ну, общение с Лапкиным они терпели. Вот еще меня как бы... Вот. А после этого видео они уже основательно поднялись со своих седалищ. Вот. И сказали, что меня Лапкин дозомбировал. То есть дозомбировал меня. А вот вы скажите. Вот я вам скажу, случайно рассказываю, еще раз скажу. Я каждое утро прогуливаюсь с архиепископом. Самым строгим в зарубежной церкви, это в Лос-Анджелесе было, Антоний Синкевич, фамилия его, архиепископ. А он живет у Орловых. А Орлов Никита Феоктистович, патриот. Прям коммунистов на танках давить надо было. Он такой патриот. Много претерпел жизни. А сейчас он митрополит Антоний тоже. Орлов. Ну а он у них что-то приболел, этот архиепископ, и жил на квартире. И мы с ним, а я у него остановился. Меня ему передали из Вашингтона. Из Нью-Йорка сначала, а потом Вашингтон. И вот мы с ним гуляли. Они мне потом сказали, он говорит, скупой, этот архиепископ-то. Вроде бы снега зимой не выпросишь. А мы каждое утро гуляли. У меня уже к истинному православию книга. Она была отдельными листочками выходила. А что книга получилась в совокупности, 16 материалов там было уже, этого я не знал. И я ему давал. Вот, а очень строгий ценитель. Он был там начальник миссии в Иерусалиме, там и прочее. И он все считал и все одобрил. Все. И однажды приходим, я говорю, а владыка-то зашел в банк, и какие были деньги, все снял и мне отдал. Кто? Владыка? Да не может того быть. Зазомбировал. Владыку зазомбировал. У них другого-то непонятия нету. Он расположился, понял, что мы делаем. Какое дело? И он понял, что ни одного цента, это копейки, я себе не возьму. И пошел, снял тут же все. И в руки мне передал. Однажды я проповедую там у них, к Жанданвиле, это у них как в центре семинария. И один подходит, а вы возьмете у меня чек? А я даже не знал, что чеки такие есть. Денег-то я не видал в глаза. Я хочу вам выписать чек. Выписывает на пять тысяч долларов. Слушатель. Первый раз. Я его фамилию запомнил. Иосиф Дегранда. Я перед ним виновник. Он хотел, чтобы я его пригласил. Говорит, я хотел бы побывать у вас там. И я его не мог пригласить. Потому что адресы его нигде не могли найти. Я уж объявлял и в интернете, и по сегодняшний день считаю себя должником. А это было в 92-м году. В 92-м году на рубли было 15 миллионов рублей. Ну вот и считай. Так это один раз он послушал человек. А ты что, все зазомбировал? А сидели китайцы им переводили на каких языках? И всех я зазомбировал. Вы митрополита Виталия, если не видели, я расскажу. Больше молитвенника трудно найти было. Я с ним вместе обедал неоднократно в синоде. И когда молились, а у него такая загородка, ну 90 с лишним лет ему было. И он в ней внутри, она маленькая такая, как у раскладушки бывает это, обещайка-то. И мы рядом были с ним, я его видел. И однажды в одном городе куда-то поехали. Может и город небольшой был. И мне слово предоставили. Диктор там предоставил. А как выходишь, это подиум, ну это как, это не в храме было. А в первом ряду он сидит. Зал полный. Я стал говорить. Ну немножко я и говорил, минут пять. Вдруг вижу он такой, вот такой, как вот бывают чеченцы. Ходят такие, кто руками так и шевелит, как шатунами. Поднимается по ступенькам ко мне, подходит микрофон, ни слова не говоря берет. А сам радостный такой, сколько раз я говорил вам. Наконец-то мне это подтвердили, это так и есть. И раздорвался опять на свое место. Я говорю дальше, он опять поднялся, опять взял. Это что, зазомбировал его? Он нашел сродство душ. У меня, я говорил, какая грамота-то от него показывал. Видели? Благословенная грамота. На всестороннюю проповедь, слово Божие. А то кто дал вам благословение? Бог дал, но через него и митрополит, и не один. Тех, которые нападают, у них ничего нету? А уже все, все заканчивается. Я зашел по какой теме? По поводу романа. Я, значит, два раза прослушал ролик. Ну, я так понимаю, что если он разослал этот ролик, вот, ну, по адресам он мне в личку скинул, я принимаю, как брошенную перчатку его этот ролик. То есть он предлагает, как бы, дуэль уже сразиться. Вот. И я же говорю, сейчас все, времени не остается. В мир входит экуменизм, новый, новый мировой порядок, новый народ, новое учение. То есть это новое, все новое. Если человек принимает, вот, новое сегодняшнее учение, все это гибель безвозвратная. Вот. Это человека сбивают с натопленной тропинки. Вот. И в какой опасности человек-то находится. Ну, видите, я к чему вообще хочу отнести? Допустим, повреждения в чем вижу? Допустим, сатана, ну, гордости подошел. Он, видите, он подтверждает, как еще вот Никита снимал, он говорит о том, что я не такой, как вы. Он, то есть, несколько раз. И в этом ролике он, опять же, говорит о национальности своей. Я украинец, национальность свою подтверждает, что я не такой, как вы. Вы не понимаете меня. Мы разные, он говорит. Вот эта разность, как раз она сегодня утверждается на Украине-то. Вот, разность. В чем она, разность? Вот, опять же, поэтому, по поводу слова куля, да. Ну, у меня бабушка украинка, она в Свиненской области. Это ближе туда, к западу. Вот. И я украинский язык достаточно хорошо знаю. Я знаю, что такое слово куля. Потому что на украинском языке земной шар будет звучать, как земна куля. Вот. Но в украинском языке есть слово шар. Но значение его, если украинское слово шар перевести на русский, у него значение будет слой, пласт. Куля – это заготовка. Вообще, это настолько распространенное слово. Она курией называла, могла. Вот на голове, знаете, женщина косу заворачивает себе, косу вот навернула на голове, это куля называется. Потом любая болванка, на которой там гвозди отбивать, вот, или же протест там, допустим, какой-то деревянный выточный, тоже называется куля. Вот, допустим, на Украине пуля называется куля. Ну, оружейная пуля, да. Опять же, откуда это идёт? Ядра ещё раньше, когда были ядра, тоже назывались куля. То есть, ядро. Это слово, оно совершенно не имеет такого значения, конкретного значения. Вот, любая болванка называется кулей. Вот. То есть, сразу на чём он спотопяется. Интересно, Лев Толстой, когда хотел доказать что-то, он ни один перевод, ни все переводы перебрал, а для него французский, тогда же все князья-то бароны, грабы знали. И он берёт одного француза там перевод и говорит, он так понимал. Ну, он понимал, это не утверждённо нигде. Он так понимал, опять ссылается на него. Оно там ни к селу, ни к городу, как у свидетелей Его, вот называемая, что новый всемирный перевод. И ссылается на это, так и здесь берёт. А у них шар означает, чтобы шара не было. Ну, как не было, когда на всех языках одинаково шар. В оригинале шар. Вот старобрядцы иногда говорят, я говорю, ну, вот златоуст говорит так, а это никоньяни перепортили. Никоньяни, ну, вы как узнали-то, откуда? Акрида и дикий мёд. Акрида. Акрида – это растение милагра. Я говорю, а Феофилак говорит, это саранча. И она в акридах указывается, 11 глава Левит, что она употребляется в пищу. В пищу употребляется. И она, говорит, как подпрыгивает, но тяжёлая падает. А еврейский народ духовно возрастал и падал. И говорит, как у него четыре ноги. Я говорю, так что, четыре ноги? А может, птица такая была, говорит, на четырёх ногах. У птицы нет четыре ноги. И поэтому он начинает говорить шар. Смотрим мы по-латынски шар, по-еврейски шар. Переводы какие есть. Английский я смотрю шар. Ну, что мне известно. А вот ни на какой. А вот на нашем языке ещё удаля, удаля. Так он объясняет значение слова, произношение. Что оно в то время означало? В то время означало, шар это покрытие крыши определённой черепицей. Ну и маленько. Так громотёжки-то никакой у него романа-то нету. Совершенно. И поэтому я считаю, не это главное. Главное дух лжи. Когда он был здесь, и он сильно восстал. И сразу слёг. И два дня он лежал, не шевелился. Я говорю, ты хочешь свериться? Рядом сосед у меня живёт. Поговори с ним. Сколько раз спорил, столько раз болел. Сразу же сражается. Кто его сражает? Не я же. И он, представь, такой крепкий мужик. Роман. Два дня пластом лежал. Не простыл, ничего. Не кашлял. Лежит, не вылазится под одеяло. Я говорю, смотри, не накройся совершенно. Ты восстаёшь-то не на меня. Раз ты дух лжи допустил, всё лживое к тебе будет и Герман, и Стерлигов, и динозавры из-под земли. Вот сейчас эта иноха книга-то, что ангелы падшие совокуплялись с женщинами. А вы видели этот самый фильм, вот этот Царёвый, новый Царёвый фильм? Ну да. С фильма-то всё и началось. С фильма-то, она на этой теме зациклена, Коваль и Сой исказила фотографию. Она выйти не может. У неё и нен-эн и всё. А она ни о Христе, ни о Боге. И там этот Воробьёвский Юрий. Он там всё это везде лазит, масоны. Вы о масонах знаете, сколько надо знать? Я этой теме посвятил 14 лет. Несмотря на то, чем занимался. Всю дореволюционную литературу промолотил. Я в окна им заглядывал в масонский дом в Америке. Всю зарубежную и всю советскую литературу. И у меня выходили плёнки М1, М5. Масонство. Мне сказали, говорят, следующее, если будет, то только интервью у Антихриста. Это мне вину было поставлено, когда меня осудили. На основании Библии, протоколов сионских мадрецов. Мы должны понять, чего масоны хотят. Чтобы один был правитель. Никаких религиозных различий политических не было. Был порядок, не было убийства. Следить за всеми. С их стороны. Понять-то. Не надо думать, что они все злодеи. И только злодейство. Но раз они не верят в Бога, но злодейство. Целиком, сто процентов в них злодейство. Но мы должны понять, что он-то понимает не злодейство. И это всё Роману высказывает. Он ничего этого не знает. Самый центральный момент. Через что в людей он войдёт? Он докажет людям, что они иные. Что они по-иному понимают, чем понимал старый мир. Посмотрите, этим наполнится. Неоязычество, опять же, к той же теме. То есть, смотрите, сколько молодёжи увлекается этим. Опять же, о земле. Я вот слушаю его. А вот он говорит, допустим, о крае земли. И доказывает, что это... Дальше. В Библии ещё много, много очень стихов, которые подтверждают, что земля действительно не глобус вращающийся, но она есть круглая. Круг. Круг это, можно представить, как тарелка. Ну, конечно, круг с горами, долинами, упадинами какими-то. Это не плоский круг, но на уровне океана это действительно ровная плоскость. Мы видим края земли. Это вот лёд. Это сплошное. Вот такая стена. По всему краю земли вот такая стена. Вот это птицы, которые летят по этому краю. Пожалуйста. Края земли. Вот так это по всему краю земли. Вот такой сплошной лёд. Вверху, внизу полностью... То есть, воды океана сдерживает Господь, сотворил так. Вот. Ну, край земли, это казалось бы, это легче всего себе представить или понять. У нас есть четыре края света. Север, запад, юг, восток. Вот. Опять же, в откровении сказано, что поставит Господь четырёх ангелов на четырёх углах земли. Вот. На каких краях земли эти ангелы будут стоять? Это понятно всё. Вот. Потом Куб говорит. Куб, а я, кстати, плохо знаю вот историю, вот эту информацию. Три года. Я думаю, как он мог три года вокруг льдов этих плавать на каком-то судёнышке деревянном, когда сегодня современные корабли там идут на вылазку на пару месяцев, там не выдерживают в этих во льдах они. Как там он мог на вот этой шарлупке своей плавать три года? Вот капитан Кук. Три года он ходил вокруг этих ледников. То есть он хотел обогнуть эту антарксиду, у него ничего не получалось. То есть судно шло в другую сторону, то есть и с правой стороны там у него постоянно был лёд. Если он как бы шёл против часовой стрелки, то есть постоянно он лёд. Лёд, лёд, лёд с правой стороны, холода, темень, то есть там и освещенность не очень на краю земли. Особенно если у нас, если у нас здесь лето, в широтах европейских, то там такой мрак. Там мрак, потому что это край земли, а солнце... Ну это другой вопрос, как солнце бегает. Это уже... Да тут доказывать даже нечего. Куда... Океан-то не утекает, а там стены изо льда. Но океан-то тёплый. Давно бы растопило. Где? А там, говорят, птицы, только там, где соприкасаются, там птицы летают на северном поле. Там нет ни одного воробья, там нечем питаться. То есть тут бредня, это бесконечно идёт. Ни одного космонавта в небо. Ну ты заряди челленджер. Как они садятся, весь мир провожает, и как она взрывается, как исследуют причины. Ничего этого не было. Это всё фикция. Ну как так? То есть на всё незнание это нигилизм называлось. Это отцы и дети Тургенева, Ивана Сергеевича. Как раз об этом есть. Нигилизм. Нигилист, если он умный, то он должен отрицать существование самого себя. Сейчас вот некоторые в субботу, как адвентиция седьмого дня, я говорю, вы ещё не сильно соблюдаете. При полном соблюдении вы обязательно должны распять нарушителя. А первый там нарушитель Христос. Вы всё равно дойдёте до этого. Вот меня ещё зацепило, что он говорит. Если на глобусе, он говорит, это надо фантазию включать. А на глобусе это надо уже фантазию включать. Одну за другой. И ни конца, ни края. Дальше. Вот. Ну наш Господь, Он непознаваемый. Как же не включать фантазию? Наша фантазия, она именно, она не может приткнуться ни на чём. Она нету стен, которые она могла упереться в нашей фантазии, когда мы о Господе думаем. Вот. А Он говорит, надо фантазию включать. И опять же, приводит Василия Великого о шестодневе. Ну правильно, отцы, они и говорили о шестодневе, что тут не надо фантазировать. Принимайте прямо, потому что фантазия, она может далеко завести к многим размышлениям, а всё будет бесполезно. Поэтому они упрощают вот это понимание о шестодневе. Поэтому не надо здесь понимать, они как говорят это, ну, прямо понимаете, а не надо аллегорически понимать. Опять же, Он подводит всю Библию под это, что не надо аллегорически понимать. Ну а возьми Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. Там Василий Великий, где вода, так понимать вода. Но там, где говорится о творении мира, там не надо менять. А в другом-то месте, кто жаждет, иди ко мне и пей. Как сказано, у того, из чрева покикут реки воды живой, запятая, сие сказал Он о Духе, святом, которые умели принять верующие в Него. Значит, тут толковать не надо, оно перетолковано, уже растолковано. Вот как начинает говорить, и сидит там, блудница на звере, багряном, и тайно написано, это церковь православная или католическая. Я говорю, ты зачем толкуешь, когда написано, это город, на шесть-семи горах. Там толкование дается в самом 17-18 глава Откровения. Это толкование дается. И к Андрею Кесаре Каппадокийской говорит, пал, пал Вавилон. Вавилоном назывался Рим, Древний Рим. Но вот Константин построил, Константинополь, стал называться Новый Рим, Новый Рим. Из претензии на Третий Рим была Москва. И она сейчас так же, это идея, Рим, Третий Рим, это Москва. Толкует. А зачем толковать? Он не мог сказать тут, Шестой Вселенский Собор, Девятнадцатое правило, он не знал, говорит, я не могу сказать, которое запрещает толковать вопреки святых отцов. И когда говорится, земля, именно земля. Но когда говорится, расслилась земля, Златоуст говорит, землей названы люди. Это четвертый том, Яна Златоуста. Тут не надо нам толковать, его толковали святые отцы. И когда говорится, время времен полвремени, время год, времен плюс два, и полвремени три, три с половиной. Нам не надо толковать, оно истолковано. Нам надо принимать и исполнять. А остальное исследуй, будь хорошим астрономом, физиком, химиком, фермером, ботаником, кем угодно. Он удивляется, как можно увидеть грядущего Господа на облаках. Если земля, говорит, как тарелка, то тогда все его увидят. А как его, ну если даже тарелка, она же огромная, как же его можно увидеть? То есть во Второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа его будут видеть по всей земле. И на плоской земле это реально, то есть это будет раз, и по всей земле будет это видно. Если на глобусе, то есть ну это тогда надо уже придумывать, фантазировать, что ну там Иисус Христос будет вокруг как ракета летать, и чтобы его все увидели там. Или еще что-то, ну надо что-то фантазировать, потому что ну это надо как-то опровергать. И опровергать, значит, придумывать ложь. То есть на плоской земле это все правдиво. Тут все связано с духом лжи. Я говорю, вы не забудьте это. Это дело не в земле, не в енохе книге. Вот сейчас куранские свитки, он сразу хватается за них. Почему? Дух лжи. Дух лжи. Я каждый день молюсь, отгони от него духа лжи. Я не знаю, только он внутри сидит у него, в устах, или глубже проник. Это дух лжи. И поэтому еще что-то новое будет, это я вам написал. Я вижу в этом, рано или поздно он оттолкнется тех, которые хорошо докажут, что православие не спасительное. И все, он пойдет в секту. А секты, там проще всего доказать, что они не Христова церковь. И он потеряет всякую веру. Вот что за этим стоит. Вы заметили, что вот фильм этой Галины Царевой, она же всю информацию взяла с центральных каналов. С масонских каналов взяла всю информацию. Да. Как можно верить этому? Да никак. Что она знает? Еще раз говорю, по масонству я могу отвечать. Вы знаете, по масонству был большой знаток Дмитрий Дмитриевич Васильев, общество память. Это очень, это он научил, говорит, нас отличать немножко, хоть что-то, ну, исполнилась какая-то годовщина с его смерти. И когда я был приведен к нему, а его там не было, ну и беседовал с его, у него там студия и секретариат, у него крупное это было общество память, патриотическое, как сказать, общество. И вдруг голос раздается, он такой грузный был из себя, заходит и сразу ко мне, о, кто пришел. А мы все эти годы вас слушали, мои пленки о масонстве, и нам казалось, что это голос с неба. Вот как он оценил это. То есть, они считались лучшими знатоками по этой области, они учились в другом месте. И вот я все время дивлюсь, вот как Бог открывает. Вот я уезжал в Америку в это время к нашему, к одному дружинину Мите, он такой слабенький-слабенький был. Приехал отец, подполковник милиции, и в огороде копается Геннадий Петрович. А я увидел, это кто? Это милиционер, он пенсионер, батюшка мне говорит, нехороший человек. Я говорю, а как ты узнал? Разговаривал с ним? Нет, говорит. Просто нехороший. И правда, он такие пакости начал делать, такие бумаги писать в прокуратуру, кого-то мы ограбили там. Ну, бред. И он внезапно его, Господь поразил, и он умер, совершенно беспокойно, инсульт и нет. Но как это Бог открывает? Вот я, допустим, один раз только Воробьевского посмотрел или Царева, один раз, я дальше смотреть уже не надо. Я отложил и встал на молитву. И мне сразу, как экран какой открывается, не надо это. И вот эта книга Еноха, а он только сейчас натолкнулся, а я о ней слышал и знал, не зная мы когда. И у меня противоречий не было, я просто помолился и вижу это чужое. Почему? Святые отцы знали о ней и не приняли, и признали апокрифом. Мне зачем умничать? Святые отцы не признали ее. И как бесплодные духи могли, Златоус смеется надеять, как они могли соединяться? Какое семя, когда не бесплодное? А семя-то это плотское, плоть, видимое. Они ничего не понимают, эти люди. Видите, значит, Царева поднимает, она в своем фильме, центральный вопрос, это за какие грехи Господь потопил ветхий мир. И вот она как бы хочет, ну она как бы подгоняет нынешнюю ситуацию, что сегодня ученые творят с геномом человека, хотят его внедрить в животный геном и создать такую некую химиру. Ну то есть армия хочет делать совершенных солдат, которые вы там, понимаете, то есть Господь должен уничтожить нашу землю из-за того, что люди хотят изменить человека. Ну как бы я могу в это поверить тоже, да, что это уже край безумия, что люди вмешаются в геном человека и начнут создавать уже помимо Господа людей. То есть как, а есть уже, есть говорят, что создали уже, внедрили в свинью вот эти вот клетки человеческие, вот, и у них получилось. Виталия, здравствуйте, меня зовут Виктория Шилова, я лидер социальной партии Украины, лидер движения «Антивойна». По первой специальности я генетик-биохимик, смотрю на эту новость и волосы стоят дыбом. Посмотрите. Ученые впервые создали гибрид свиньи и человека. Исследователи надеются создать животных, внутри которых можно было бы выращивать органы для трансплантации человеку. Вашему вниманию этот гибрид. Он просуществовал 4 недели, а потом по этическим соображениям был уничтожен. Знаете, что такое красные пятна? Это те человеческие клетки, которые были модифицированы с помощью флуоресцентного белка, белка, который светится. И в результате в теле зародыша начали формироваться предшественники различного тела тканей, то есть органов, фактически, в сердце, печени и, внимание, нервной системы. Смотрите. Видите? Мозг, глаза. Вот это все у свиньи, это зародыш свиньи. Это человеческое. Человеческий мозг, это клетки розовые, это человеческое. Человеческая челюсть, человеческое сердце, человеческая печень. Вот эти все розовые клетки, это там, где формируются человеческие органы. И это нервная система. Потом можно этих свиней будет убивать, конечно же, испытывать. А они будут людьми при этом, потому что у них будет человеческий мозг. Скажите, какими, ну, это же, кто это может делать? Ну, на мой взгляд, только слуги дьявола, больше никто. Потому что вы думаете, что это сейчас они прилюдно, типа, убили этого зародыша. На самом деле он будет развиваться, он будет жить, они будут его исследовать. Ну, чистые... А чем, если тело свиньи, человеческий мозг и все остальное, человеческая нервная система? И вот это существо будут, ну, фактически распинать в целях получения новых ученых степеней, достижений, как они говорят, лекарств новых. Ну, до чего может дойти эта варварская, либерально-толерантная, дебильная власть на Земле? Вот объясните мне, пожалуйста. Ну, это нормально? Вырастить свинье, человеческий мозг, человеческая нервная система? Для того, чтобы создать химеру, человеческие стволовые клетки, те, из которых может развиваться любая ткань, вводят в эмбрион свиньи. Процесс при этом чрезвычайно неустойчив. Из более чем двух тысяч эмбрионов всего 186 сумели выжить. Конечная цель исследований заключается в выращивании органов, пригодных для пересадки людям. Нет, не будет никогда, не верьте в это. Разум относится не к плоти, а к духу. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого. Попытки были даже так, не через что-то, а находили людей, которые совокуплялись с обезьянами. Это другие хромосомы. Это даже резус крови другой, и тот человек умрет. Группа крови не та, человек умрет. А это совершенно нету. 90% сходится. Вы не верите в это, да? Абсолютно нет. Это невозможно, потому что по образу Божию сотворен человек, а не по образу свиньи. А они будут делать, но и пускай делают. Ничего они не делают, они знают, что это невыполнимо. Это все утка. Никогда этого не сделать. А они могут сделать, демоны могут являться. В разных видах могут, динозаврами, кем и чем. Ему разницы нет. Вот это НЛО, и что группа Дятлова погибла, это демоны. Демоны, это их гора. Так демоны, они и будут, вот они, как она говорит, что демоны, они и будут использовать эти тела, созданные человеком. Нет, они могут только разум. Ничего нету. Пену пускает человек, прячется, на волуне объяснуется. Нам показаны признаки какие? Признаки в человеческом организме, который по образу Божий создан, Бог создал. И вот дальше говорится о том, что если он подвергся этому духу, злому, за всю мировую историю не было ничего, кроме того, что тоже человек, но он изнутри его трес, кидал, лгал, в уста всех пророков вошел, сказал, все, больше ничего не может сделать. Даже свинью он, бес, не может переделать. Он может только погубить и сбросить. И это нельзя сделать. Почему? По образу и подобию будут давать подобие. Вот, допустим, лошак, это очень сильное животное. А что такое лошак? А что такое мул? Мул, это когда осел покрыл кобылу. Это мул. А лошак, это когда жеребец покрыл ослицу. Это очень сильное животное, но потомство они не дают. Это могут сделать, а потомства нету. Так это одинаковые копытные и нежвачные, и они очень близкие между собой. Ну, человек бывает, что может яблони привить груши. Но яблоню к березе еще никто не прививал. Так в чем, в чем и чудо, что они вмешаются в этот секрет. Ну, я не знаю, верить, не верить. Не верить. У меня в этом воздухе висит, я не принимаю, конечно, это, но допускаю. Это нельзя будет, это нельзя. Это невозможно. И этого не было никогда. А что он новое творит? Это Бог творит новое. А дьявол повторяет. Грех монотонен. Фразу запомни, грех монотонен. Какой бы он ни был, вот женился, это все, да все. Когда ты уснул, тебе разницы нет под боком. У тебя Рахиль любимая или Илья подслеповатая. Он даже не разобрался до самого утра. Все остальное одинаково. А раз она презираемая была, она больше благословляема. От нее дети и дети были. Так и здесь, ничего не могут сделать. Черный побеждает белого. Допустим, негр, ну, женился на русской там, на какой-то белолицей-то. Дети будут уже очень темные. Вот один заразный, если попался, гриппом болеет. А вся аудитория здоровая. Он один щихает, он может заразить. Может. Но все здоровые одного, щихающего, здоровым не могут сделать. Это так есть. Потому что в обратном порядке нужна вера и кровь Христа. А туда ничего не надо. Только столкнуть его, и оба упадут в яму. Вот я никогда не слышал о книге Иноха. Только один раз я всю не прочитал. Я встал на молитву. А с молитвы я встал уже другой. Я все время говорю, какие мы пришли в храм, и какие вышли должны быть другими. Вот сейчас мы поговорили. Я обязательно встану на молитву. Обязательно. Вот вчера только сообщает, вот то-то там было. Виктор Андреевич поехал, так, понял, на молитву. Теперь он возвращается, все знают, надо сообщить. Так, ты где находишься? Остановимся на молитву благодарения. На вторую ступеньку поднимаемся. Просительный Бог выполнил. И когда ты все время благодаришь, это небо открывается. Небо. Ну и главное, это, как я всегда говорю, первое, не кляни детей Авраама, потомства, и плати десятину. Вот в этом все остальные благословения, это два столба стоят. Первая и последняя. Они этого не понимают. Я о десяти не услышал один раз. Я взял самую верхнюю планку, чтобы только остаться живому. Было еще отцу уделить, самому пропитаться. Остальное на дело Божие. А тут из-за одной десятина воюет. Я говорю, что ты воюешь, она не твоя. Меня обкрадывайте, Бог говорит. Он бы сказал, зачем вы не отдаете нищих обкрадывайте. Меня обкрадывайте. Это один раз в Библии говорится. Почему? Она десятина изначально не принадлежала. Если это Бог, то участник в работе, Златоуст говорит, почему ты не делишься-то с Ним? Объяснение простое. А как? Скажи, жизнь твоя появилась по воле Божией? Ну да. Руки, ноги, ты не калека, никакой глаза есть. От Бога, от Бога. Но ты когда работал, тебе руки, глаза, воздух нужен был? А где воздух? Земля нужна? Нужна. Откуда? Пища нужна. Желудок переварил. Чье? Это Божье. Ну отдай десятую часть ему. Он участник в твоей работе. А что интересно, вот я тоже тогда за десятину воюю с людьми, и как правило, один и тот же ответ. Да я вот в Новом Завете и апостолы все отдавали. Я когда надо все отдам. То есть я резерву машину отдам, квартиру отдам, когда надо главное. А когда надо, что-то не происходит никогда. Не бывает такого. У нас один говорил, ну сейчас еще не время, а вот антихрист придет, мы тогда покажем. А тогда тоже не надо показывать, у тебя уже будет полная амуниция на тебя надета. Ты сегодня окажешь сопротивление. Когда тебя тянут, вот эти лживые разные теории подбрасывают, ты на молитве не получаешь ответа. Я тебе не докажу. Я сказал, что это ложь. Ну ложь. Ну, нет, никак не принимают. Почему? Нет связи с Богом. А сатана там накручивает. Связи нет. Я раньше пытался доказать, все время повышал свой уровень. И успех был, но потом я понял, мне и этого делать не надо. Я один раз должен все выложить, а дальше ждать ответ. Если он прописан у Бога, ваши имена в книге жизни, он примет. Нет, ничего не поможет. Абсолютно бесполезно. Почему? Ему не дано. У него нет там ямки, куда бы это закатилось. Там пустое место. Оно запечатанное, замурованное. Вот в чем дело-то. Надо все время с той позиции смотреть. Я не могу все узнавать. Вот мне каждый день ролики подбрасывают, там книги, посмотрите, дайте ответ. Я не успеваю. Я только чуть-чуть гляну где-то и сразу на молитву. С молитвы тогда я ответ. День проходит, я вижу эти же ответы. Находятся люди, которые подхватывают. То ли отсюда берет, или... Какое мое учение? Какое? Что крестить полное погружение? Перекрещивать? Нет перекрещения, обман был. Обман был, не было крещения. Не было. Этой воина Яценецкий хорошо описывает. Он никого не признавал моченых. А на фоне сегодня никто не крещен, они даже не спрашивают. Был погружен, нет? Сразу идут и в море крестят. У вас опыт долгий такой. Хочется узнать. Вы наверняка это замечали. Вот как сегодня, допустим, священники говорят, они говорят, что надо проявлять вот такую милость, любовь к людям, которые не способны принять учения. И вот надо как бы под них подстраиваться. Вы видели вот в жизни свои такие вот примеры, когда начинали подстраиваться под людей, и что люди становились бы верующими? Ну, я сказал, один священник, хорошо вам известный, он именно так и говорит. Мы с ним беседовали. Я боюсь даже назвать его, чтобы он не ополчился опять на меня. Из ваших краев там. И он именно эти слова и говорит. А кто тебе дал право говорить? Почему ты не берешь Иону, митрополита московского, киевского бывшего? Святые, говорит, не показали пощады, и от нас ее не будет. Мы не имеем права никакого. Моисей не мог изменить закон, данный Богом. Если Бога-то не верите, тогда дойдите хоть в закон Моисея примите. Хоть Коран исполняйте. Возьми, вот у нас, у меня знакомые есть. Я узнал совсем недавно это. Им нужна была квартира. И они взяли кредит. Кредит взяли у евреев. Кредит это все, у кого берут-то? Ипотека называется. То есть будешь потеть все время. И ипотека. И потеть, и потеть будешь-то. И они каждый месяц только процентами должны платить 19 тысяч. В течение 30 лет. И сейчас спрашивают, а что теперь делать? У него долг не уменьшается. Он не может заработать больше. Ну ты брал, когда ты понимал, полтора миллиона по 12 процентов. Ну окинь маленько-то. Ну что ты будешь делать? А вы какой совет дадите? Немедленно тот дом продать и отдать и уйти. Пока еще хватит денег. А что платили, помогали, кто там? Это все пропало. Выхода никакого нету. Написано должник делается рабом взаимодавства. Ты же куда шел? То есть способ вот этот вот упростить для подогнать под человека религию, это способ бесполезный, да? Вот известный нам тоже проповедник, я не хочу тоже опять имя называть, он обижается, сильно обидчивый такой. Собрались опять же, он продолжает, как бы составляют эту Библию, хотят печатать ее. Ну то есть такое, в общем упростить ее. Не получится, он не напечатает, запомните. Я встречался с такими, которые пытались сделать брошюрки, он говорит один к одному. То есть продавать ее на барабах залах крупным шрифтом с картинками и выписки писания, это приемлемо. То есть для пассажиров о чем задуматься. Ну а сама Библия, он как ее назовет? Выдержки из Библии? Тогда понятно, пусть издает выдержки из Библии. Но назвать Библию не посмеет он ее. Нет. Он уже назвал Новый Завет. Ну не знаю, там Новый Завет, но он должен показать, что с выдержками там или как-то. Иначе он будет анафиями предан всеми. Всеми и баптистами, и православными. Когда говорит, не добавить, не убавить, ничего не надо. Но под названием другим он может издать. Отдельные выдержки по такой-то теме, мы же это делаем. А вот вы говорите, вот такой-то человек, ну, а когда первый раз с ним встречались, вот я, допустим, первый раз, я его не знаю, даже не конкретно, я не об этом даже. Но я сразу же встал на молитву, и мне показано то, что сейчас вылезло из него. А как так? Бог живой, Бог на живую молитву. Я не отступаю, пока Господь не покажет, Господь, я не хочу быть обманным. И Господь показывает фальшь. Ты однажды беседовал, там у нас был Александр Муха. Они даже внешне, эти люди бывают похожи. Как правило, щетина у них, посты не соблюдают. То есть у них признаки есть, по которым определить можно. И они плетут, дальше уже не отвечают за свои слова. А тут видите, тут какой дух, это вот у Романа тоже такой дух, он, это неспособность человека сделать шаг назад и покаяться. Тут видите, будет всеми силами доказывать свое. Ну, он еще деревенского не нарушает. Он устав, деревенский устав нигде не нарушает. Это его мнение. И мы договорились с ним, к этой теме не касаться больше, с ним как бы, ну, диспут устраивать-то. Начали все. Но это он отдельно ролик может составить, но так он делал не в своей комнате здесь. Я Виктору-то сказал ваши слова, Виктор сразу осветил комнату святой водой и проще. Потому что это дух лжи. И тут не в том, что там верит он, плоская земля. Дело дух лжи. Что бы лживое не появилось, вот пока он здесь, уже два момента, новые лживые к нему присохли. Я сказал ему сразу в первый день, у тебя беда не эта, к тебе подсадили демона, когда к нему жену присушивали, разные подвески родственники делали, волшебники. Это он сам рассказал. Но рассказал-то не все еще. Тут игры никакой нету. Он не нарушает устав, он в работе хорошей. И я думаю, мы с ним сработаемся. Теперь едет Никита, я сказал, ты наблюдаешь за ним, где ему надо помочь, чтобы всегда ему на помощь бежал. Он даже не просит. Надо, ему трудно, большие деревья валить надо. Там, может быть, натягивать тракторами надо будет, чтобы на провода не упали. Доказать свое, это что, азарт чувство такое? Это что за чувство свое доказать? Понимаешь, это есть такие люди, я не могу по-другому ответить, которые, однажды поддавшись духу лжи, они не могут расстаться с ним. Когда пророк Михеев шел, ему Бог открыл. Он видел, на небе совет был, и как обольстить Ахава. И один, тот, другой говорил, ну как это можно было, на небе демоны были, что означает небо, не надо толковать, были передастом Божиим. И один так, другой иначе. Один говорит, а я войду в дух лжи, выставь всех. Он говорит, сделай это, и ты обольстишь его. Но не написано, что он вышел после этого. Что он вышел-то, не написано. Я это именно подметил. Войти он вошел, никто не видел. А выйти вообще никто не видел. А что вошел, один видел. Вот. Мне нравится пророк Михея, я молюсь ему, я вижу, это дух лжи. И ничего нельзя сделать. Но за этим стоит предыдущая лень. И как правило, это связано с нехорошим грехом. Седьмой заповедью. Тут опыт нужно просто иметь. Опыт. Порядок. И порядок такой, говорит. Подмигивает глазами, там написано где-то. Закусывает губы, там. Это Серахов говорит. И замышляет ногами. Как писали, когда Никсона выбирали президента, стихотворение было. Шамсонетки разбитные, а агитируют ногами. Это пивички разные. Ну это Жириновский, Пугачев отшил как-то. Вы под любого правителя ложитесь. Что с вами разговаривать? А я как партию создал. Святые давно это подмечали. А сейчас целая наука существует. Вот по мимике, по жестикуляции, вот по поведению человека. Угадывайте его, как бы, ну тип человека. Я как-то говорил с ребенком-то. И вот так вот показал, да как ухватились. Это сатанинский знак. Да мне это не касается. Я в него не вкладываю это. А что означает это? Я предупредил, когда пишут, обернутся назад. Я говорю, пора кончать. Ну как бы, это буква у глухонемых. Азбука существует. А, Б, В, Г, Д, Е. Это наши пальцы. И я ими могу выражать свои мысли, чувства и даже направления показать. Златоуз, говорю, первые христиане молились одним пальцем, правой руки. Каким не указано? Я думаю, конечно, указательным. Да, христианин, он должен следить не только за внешним, но и за внутренним. За четко контролировать свое поведение. Да. Надо быть очень внимательным и проверять себя на молитве. Повторяю, с каждой молитвой мы должны быть другими. Ну я тебе показываю, пенсионеры. Ну вот это называется щетки. Вот оно, 10, 100. Три святые вместо Царю Небесы сейчас Христос воскрес измертвых считаются. И 100 поклонов. И своими словами это один подход. И таких не меньше семи должно быть. Вчера 12 раз я встал на молитву. И потом мне некогда ерундой заниматься. Я сильно, когда устал, я тогда иду на улицу. А на улице залез голубям, у меня там свои щетки висят. Куда не пойду, опять помолился. Я бы Господом моим хвалюсь, что Он побуждает и не дает забывать. Забывать. Я к вечеру прихожу, когда захожу. Вчера Никита говорит, ну еще насчитаем тут ролик. Вопросы и ответы сейчас у нас пойдут. Я говорю, больше не могу. Мне только до кровати доползти. Я благодарю, что Бог дал веру. И дал веру ожидания встречи с Господом. А если бы был неверующий, во-первых, помер бы давно. А во-вторых, чем бы я занялся? Телевизор, туалет, холодильник. Вот в этом треугольнике бы маялся. А я и забываю. Сегодня у нас что, рыба разрешается? Никита, у нас вообще ничего нет. И мы такие здоровые, веселые. Пошел сегодня, ревень маленько поднялся, чуть-чуть отщипнул. Крапива, вот такой первый росток дала. Я из нее нарвал. И сейчас на щек там пустил. Все, разрезал толкушкой потолок. По тарелкам, витамины. А вы знаете, что утрами у нас идет общая молитва? Да. Ну, если будет желание, можете подсоединиться даже. Но сейчас Сергей ведет, я отошел. Потому что Володя уехал, и считать мне затруднительно. Псалмы и прочее. Но мы показали, как храм, стены развинуты, любовь заходит. Ничего тут нету. Никакой награды мы не ждем. На углах улиц не останавливаемся. Руки не работают. У меня другой способ. У меня четкие эти. Я крестное знамение накладываю на себя умственно. То есть я в мыслях своих размышляю. И вот так вот в мыслях у меня рука такая. И в мыслях духовно накладываю. И также у меня мысленные и четкие такие в мыслях. Понимаете? Ну мама-то увидела, когда вы ей показали, что пищать, и пришел ответ. Ну да. Она что сказала? Она не поняла. Она саму, саму тему еще не догнала, как говорится. В чем суть? А мы серьезно, серьезно. Я вас назвал охранителем, стражем. Я говорю, нам нужен страж, который ничем не занятый. Вы крайне, говорю, нужны нам. Я их убедил очень просто. Ну, я думаю, не все поняли. Ну все тогда, да? Ну да. С Богом отдыхайте. Все, с Богом.